Говорят, блондинка – это не только цвет волос, но еще и алиби. Вопреки расхожему мнению, героини анекдотов, невинные жертвы гламура, повелительницы соляриев и любимицы настоящих джентльменов не так просты, как кажется. Согласно официальной версии, инициаторами Международного дня блондинок выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту и намекали на низкий уровень интеллекта. Когда терпеть обидные шуточки надоело, девушки решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. Тем не менее, в обычных жизненных ситуациях доказывать, что ты не блондинка время от времени приходится к каждой светловолосой девушке. А вы считаете блондинок глупыми? Нет. У меня жена блондинка. Поэтому все в порядке, да? Да. Умная? Умная. Я считаю глупых женщин глупыми, независимо от цвета волос. Моя лучшая подруга – блондинка, и она достаточно умный человек. Никого я глупым не считаю, только себя. Не зависит ли по вашему интеллектуальной способности от цвета волос? Извините, я много говорю по-русски. Все чуть-чуть. Это, наверное, брюнетки придумывают это все. Я не знаю, честно говоря. Не думаю, что блондинки все глупые. Разные люди бывают, и рыжие тоже, может, глупые. Не знаю. Психолог Роман Едавкин утверждает, что цвет волос к интеллектуальному развитию отношения не имеет. Одинаково умными и не очень могут быть и брюнетки, и рыжие, и блондинки. Все зависит от того, в какой среде человек вырос и какое получил воспитание. Тем не менее, блондинки, отмечает Роман, изначально светлый образ в глазах окружающих. Роскошный цветок, за которым нужно ухаживать чуть больше, чем за остальными. Милота, детская девочка, она как-то ассоциируется со светлыми волосами, желательно кудрявыми, и голубыми глазками. То есть, она выходит к доске, пытается рассказать стишок, у нее не получается, все вокруг делают, ну-о-о. И говорит, ну ладно, пожалуйста, там все хорошо, ты не плачь, садись, вот тебе там четверочка. Вариант номер два. Выходит угрюмая девочка, чернобровая, да, с прямыми волосами, такая, как из звонка примерно. Она может быть и красивая, да, но нет в этом какого-то, какой-то светлости. Ровно так же продолжает роман происходит и во взрослой жизни. Светловолосые красавицы, утонченные от природы, тратят меньше энергии и сил на достижение результата. И чаще вызывают в мужчинах чувство ответственности. До такой степени, что фраза из анекдота «держи, только не плачь» становится не такой уж и нелепой. В то время брюнеткам и рыжим приходится втрое дольше отвоевывать свое законное место под солнцем. Очень у многих людей, у которых рыжий цвет родной, они подвергались некоторым шуткам на эту тему, зачастую даже гноблению. То есть это такой критерий, который может повлиять на развитие личности как в позитивную, так и в негативную сторону. Сегодня, по утверждению ученых, настоящая блондинка – явление редкое. По подсчетам, уже в самое ближайшее время золотовласки окончательно исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14% от общего числа жителей планеты. И тому есть причина. В странах, где преобладает темный цвет волос, население неуклонно растет. А вот европейцы, россияне, немцы, скандинавы, которые являются носителями белокуровой гена, все чаще ограничиваются одним ребенком. Последний человек со светлыми волосами родится, по мнению ученых, в Финляндии, где проживает самое большое число светловолосых людей на душу населения. Светлого цвета волос все чаще добиваются при помощи окрашивания. Стремление к таким внешним изменениям порицает старшее поколение. Мол, ничего хорошего в такой процедуре нет. Более того, она грозит выпадением волос. Врачи-трихологи к таким заявлениям относятся настороженно, отмечая, что прямой связи между окрашиванием и выпадением волос нет. В любом случае сначала происходит вытравление естественного, как правило, фона, а потом уже накладывается какой-то соответствующий окрас. Степень этой вредности можно компенсировать, вы знаете, многие люди используют какие-то лосьоны, какие-то бальзамы для улучшения качества волос. То есть само по себе окрашивание очень редко приводит непосредственно к выпадению волос, допустим. Естественно, человеку, у которого есть проблемы с выпадением волос, то есть это будет диффузное выпадение или очаговые какие-то процессы выпадения, я не могу не предложить отказаться от окрашивания, по крайней мере, на какой-то период. Ну а тем, кто уже успел обзавестись роскошной светлой шевелюрой, пора на время отложить свои дела и отметить праздник. Кстати, в России первое празднование Дня блондинок прошло с настоящим шиком. В Москве в Новинском пассаже состоялась церемония вручения премии «Бриллиантовая шпилька», приуроченная к празднованию талантливых, умных, успешных, модных и бесконечно женственных. Словом, самых блондинистых блондинок нашего времени. Ольга Павлова, Максим Гусев, Николай Сидоров. События.